Ты реально узбек? Да. Да. Как здорово ты ходишь задом наперёд. Итак, ежемесячный... Блин, не смейся, я не могу. Там люди кричат, нифига себе! Нас сними. Нас сними. А срок эксплуатации... Главное, чтобы губы были красивые. А я её поймал в кадр, смотрите. Ого! Спортсменка! А ну-ка быстро с дерева слезла! Сегодня мы вам покажем жилые комплексы... Сегодня? Сегодня. Сказал сегодня? Сегодня? Конечно. Смотрите, с Кремнева свалила за ипотекой от ведущих банков. Праздник нам не приходит. Помогите. Помогите, у меня паспорт забрали. Друзья, добрый день! И что дальше? Где он добрый? Как в такую погоду можно работать? Сегодня с вами Андрей Артёмов! Да не кричи, ты ещё начала нет. Сегодня с вами Андрей Артёмов! Это смешно будет! Я знаю, что в перекрёстке рыба жареная невкусная. Не нашёл у них просрочку. Пока всё не выскажешь, как я тебе сказал, паспорт тебе не отдам. Нет, мы не будем здесь покупать! Ну, когда мы узнали стартовые цены, я вот так вот встала... Всем понравилось! Нет! Нет, мы не будем здесь покупать! Потому что следующее подорожание будет года через полтора минимум. И что ты думаешь? Я сегодня с утра, когда мы готовились с тобой к съёмкам, подняла историю, а мы потом, наверное, видео сможем, да, приложить? Это скрин экрана, сделанный 11 февраля 2022 года. И на сегодняшний день. Там цены на старте выше, чем сегодня! Офигеть! Знаешь почему? Потому что сейчас они акцию запустили, минус 9% от стоимости квартиры. Они же не могут ценник понизить, потому что дольщики, которые заключались ранее, придут просто перезаключать договор долевого участия. А как они придут? Никак. Они купили в ипотеку, им нужно оплатить ипотеку. Расстанут договор ипотеки? Никак не сделаешь. Банк заплатил деньги. Но кто-то может заморочиться. Никто не будет заморачиваться. Все просто будут писать, что они жулики, и всё. Ну, кто-то да заморочится, особенно услышав, что так можно сделать. Так вот, застройщик цены понизить не может, поэтому он придумывает такие акции, как 9%, потому что в течение года квартиры практически не продаются. Смотри. Распред-коробка. Сюда кабель запихивают. Слушай, вообще нулевая. Вот со стройки. Давай им отдадим. Отдадим им. Зачем? Здрасте. С комплекса прилетело оттуда. Друзья, добрый день. Сегодня с вами Андрей Артёмов и Анна Скребнева. Устраивайтесь поудобнее, слушайте повнимательнее. Сегодня мы вам покажем жилые комплексы Айди Светлановский и панорама Парк Сосновка. Расскажем все плюсы и минусы, а также лучшие условия для покупки квартиры. Жилой комплекс Айди Светлановский расположен в Выборгском районе Санкт-Петербурга на проспекте Энгельса. Напротив Удельного парка. Ближайшая станция метро Удельная. До нее полтора километра. До станции метро Пионерская два километра до 200 метров. Застройщиком комплекса выступает общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик Евроинвест Светлановский с основным капиталом в 10 тысяч рублей. Жилой комплекс Айди Светлановский это два дома в 12 этажей каждый, которые возводятся по монолитной технологии. Толщина межэтажных перекрытий 18 сантиметров. И тут главное, чтобы хорошая была шумоизоляция. Друзья, у веселой тети Анны Скребневой в эту пятницу днюха. А она до сих пор ходит со старым огрызком. Давайте купим ей новый 14-й iPhone Pro. А номер карты вот там внизу оставлю. Кидайте туда ваши денежки. Мой, Андрей, мой номер карты. Что? Мой номер карты. Не слышу еще раз. Здесь кто-то разговаривает. Кто здесь? Согласно проекту застройщика, несущие колонны из бетона. Вы сейчас их видите за моей головой в шапке. А вот эти простенки, да, вот эти, будут закрыты все газоблоком толщиной в 20 сантиметров. Потом идет утеплитель 10 сантиметров и уже фасадный кирпич. И это, я считаю, очень круто, что застройщик применяет кирпич. Потому что мы с вами, друзья, знаем, что кирпич долговечный и хорошо выглядящий материал. Также проектом предусмотрены мусоросборочные камеры. То есть это когда вы выходите из своего дома, а с левой или с правой стороны есть такая дверка. Вы ее открываете, а там баки с мусором. И выбрасываете мусор свой туда. Вентиляция сборная, монолитная. Такую вентиляцию применяет большинство застройщиков в своих проектах. Она работает за счет давления и за счет разницы в температурах внутри помещений и снаружи. Друзья, вот она и вентиляция. Вот такие блоки, которые монтировали еще и в советское время. Тихо, тихо, нас не пропустили на проходной. Давай, прыгай, садись, садись. Прыгаем наверх и погнали. Давай. Под стяжкой будет звукоизоляция в целый сантиметр толщину. К примеру, в жилом комплексе «Альтер» всего лишь 5 миллиметров. А комплекс «Альтер» застройщик позиционирует на порядок выше по классу. Межквартирные стены из бетона в 20 или 30 сантиметров толщиной. Неплохая звукоизоляция и будет для жилых комнат, граничащих с ванными комнатами соседей. Межкомнатные стены из силикатных блоков или пазогребневых плит. Тут кому как повезет. Силикатные блоки считаю лучший материал для стен, потому что он не звенит. И если сильно хлопнуть дверью, то не будет вибрации, как с позагребневыми плитами. Класс энергоэффективности всех зданий «Б» высокий, а срок эксплуатации зданий не менее 50 лет. В комплексе будет 971 квартира, 328 мест в подземном паркинге и 81 машиноместа на территории комплекса. Машины-места в подземном паркинге начнут продавать уже ближе к завершению строительства комплекса. А их стоимость 750 тысяч рублей. Ну это если что. Тех уже продают? Да не лежит и телефон на морозе. Язык прилипнет. Все правильно. Паркинг 750 тысяч рублей при покупке квартиры от 50 квадратных метров. То есть можно купить двушку и получить паркинг купить за 750 тысяч? Да. Дорого. Почему? Здесь парк рядом, воздух свежий, чистый. И не один парк. Тут вообще место хорошее, он до пионерки тут идти-то елки полетит. Но ты как-то сказал... Не так, да? С двойственным смыслом, да. Я же двойственный. Квартиры в комплексе представлены от студий до четырехкомнатных квартир. Согласно данных квартирографии, студии однокомнатные квартиры займут 50% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 42%, трехкомнатные квартиры 7% и четырехкомнатные квартиры 0,2% от общего числа квартир. Можно сделать из кухни-гостиной двухкомнатную квартиру. Да, да. Еще есть у них, мне нравится, что гардеробные. И даже в студиях у них огромные ванны, там четыре с половиной и более метров. Да, это круто. Ну, вообще, место хорошее, мне нравится. Здесь воздух свежий. Стандартная высота потолка в квартире 2 метра 74 сантиметра. А застройщик квартиры будет передавать без отделки. Что же получается? На выходе 2,6, обычная хрущевка? Почему 2,6? Ты что, это 14 сантиметров. Ты там еще одну стяжку решила сделать? Нет. А сколько будет на выходе? Ну, там плюс 2 сантиметра, то есть 2,70, 2,70 точно будет. Ну, хорошо, ладно. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 9 миллионов 200 тысяч рублей. А сколько же здесь квартира стоила, Анна, на старте продаж? А на старте продаж 11 февраля, посмотри, камера возьмет, нет? Да. Видите, сколько она стоила? 11 и 1 миллион. Это было 11 февраля этого года. Офигеть, то есть стало дешевле, чем было? Они запустили акцию 9%, так как продажи стоят, квартиры здесь не покупаются, поэтому цена сегодня ниже. Но на самом деле она за этот год никак не изменилась. То есть для инвестиций не подойдет? На сегодняшний день нет, но я в январе своим подписчикам как раз-таки рассказывала о том, что на старте на сегодняшний день невыгодно абсолютно покупать квартиры. Но их лучше покупать под сдачей и под договорами переуступки. Как? Под сдачу и по договорам переуступки. По договорам? По договорам? Договор. Квартал. 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 Бордюр, поребрик. Договоры. Договоры. Договора нету слова. Блин, она учитель русского языка. Комплекс дадут одновременно. В четвертом квартале 24-го года. А ключи застройщик выдаст до 31 декабря 2025-го года. Анна, а что у нас с ипотекой? Найди Светлановский. Пойдем, покажу. Каждый раз, когда ты меня просишь найти максимально выгодную ипотеку, это задача не из простых. Потому что то количество предложений, которое существует на сегодняшний день на ипотечном рынке, оно безумно огромное. И мне кажется, даже очень опытный ипотечный брокер может в нем заблудиться. На сегодняшний день можно найти разные предложения. То, что хорошо одному, плохо другому. Поэтому на сегодняшний день за основу выгодной ипотеки я взяла как раз-таки ту, которая самая популярная. Минимальный ежемесячный платеж может обеспечить ипотека с процентной ставкой 0,1. Но здесь есть удорожание в 25%. Андрей, а ты знаешь, что в этом жилом комплексе можно взять ипотеку на 35 лет? Это круто. Потому что все выдают до 30 лет. Да, да, все верно. И как изменится платеж, если взять однокомнатную квартиру в ипотеку? Подставку 0,1 с удорожанием в 25%. С первоначальным взносом 1 миллион 750 тысяч рублей. Это просто минимальный первоначальный взнос по данной ипотеке. Итак, минимальный ежемесячный платеж на 30 лет здесь будет составлять 27 700 рублей. Но если вы захотите взять ипотеку на 35 лет, то ежемесячный платеж составит 23 500 рублей. Также здесь отличная акция на сегодняшний день в связи с тем, что квартиры за этот год не продались практически ни одна. Поэтому застройщик сделал для нас всех акцию минус 9% от стоимости квартиры. Итак, паркинг в этом жилом комплексе стоит 750 тысяч рублей при покупке квартиры от 50 квадратных метров. Для региональных клиентов есть скидка 1000 рублей с квадратного метра. Чтобы ее получить, нужен паспорт с иногородней пропиской. Шикарная скидка. 50 квадратных метров это 50 тысяч рублей. Андрей, ты знаешь, что мне здесь нравится? Что? В этом жилом комплексе на сегодняшний день существует рассрочка 5,95. 5% сейчас первоначальный взнос 95 через 3 месяца. Это подход для тех, кто продает квартиру, ну или кто хочет 3 месяца не платить ипотеку, потому что на остаток можно взять ипотеку. Ты представляешь? Платишь сегодня 5% через 3 месяца, а остаток 95%. Ты знаешь, какие я мутные замуты могу делать? Есть еще рассрочка у других застройщиков. Черный-черный риэлтор в сером-сером городе решит все ваши вопросы. Вносим первый первоначальный взнос. Это 10% по рассрочке без удорожания стоимости. А как правило, когда мы берем квартиру в рассрочку, застройщик не получает же всю сумму сразу, поэтому он закладывает туда удорожание. Ему интересно сразу 100% получить. Но мы берем рассрочку 10,90 без удорожания стоимости квартиры. Ты только вдумайся. Бронь на 3 месяца без удорожания, потом идет рассрочка 10% первоначальный взнос. 20 раз говорю, без удорожания, Карл. И только через год мы внесем 90%. Идем. Ну и дел. Говори. Что говорить? Что ты подумал, когда увидел меня? Я даже не знаю. Ну и правильно. Хорошего дня. Хорошего дня. Я всего лишь тебе хочу сказать, что для клиентов мы согласовали год и 3 месяца всего лишь заплатит он у меня 10% от стоимости объекта. Сохранится объект, сохранится стоимость. Ты представляешь, как это здорово? Ипотеку он не будет платить год и 3 месяца. Как не платить ипотеку? Напишите нам в социальных сетях, мы вам расскажем. Без удорожания. Мне Светлановский нравится своим местным расположением и мне очень нравится, что у них фасад все-таки из кирпича. Это реально очень круто. Сейчас почему-то все с кирпича, как раньше строили монолит кирпич, быстро все перешли на мокрый фасад или вент-фасад. И не всегда вот этот вентилируемый фасад, домик из этих плит, смотрится красиво. В панораме парк Сосновка однокомнатную квартиру можно приобрести от 8 миллионов 100 тысяч рублей с чистовой отделкой. Здесь же стоит однокомнатная квартира без отделки от 9 миллионов 200 тысяч рублей. Так уровень другой совершенно. Уровень другой, да, согласен. И видовые характеристики тоже другие, но согласись. Согласен, да. Ну ты где там? А? О, решила в снежки поиграть. Аккуратней. Вдруг радикулит прихватит. Остановки общественного транспорта рядом с будущим комплексом, который сейчас возводят. Классная столовая, бассейн. Что еще здесь есть? Не просто бассейн, а Олимпийского резерва. Кстати, сюда ходит заниматься мой сын. Так что, если сюда пойдете, можете увидеть Анну Скребневого. Можете его немножко притопить. У сына. Андрей, ты бы здесь купил квартиру? Здесь? Да. Купил бы. Здесь видишь, вот здесь вид, конечно, классный. Он получается такой центровой, но лично для меня здесь огромное количество машин, будет посторонний шум. Хотя, кстати, в комплексе двухкамерные стеклопакеты. Слушай, здесь смотри, как прикольно. Мне нравится, что идешь, когда по Энгельсу, здесь раз тротуар. И вот здесь такой проход между деревьями, красивый. Но на стройку смысла идти, в принципе, никакого нет, потому что здесь кроме бетона пока ничего нет. Да даже если пустили, а что здесь смотреть кроме бетона, больше смотреть, в принципе, ничего нет. Кстати, паркинг можно взять в рассрочку. Первый взнос 250 тысяч рублей. Остаток либо делишь на ежемесячные платежи, либо ежеквартальные. А вот мы с вами впереди как раз и видим панораму парк Сосновка. Высокие деревья. Застройщик сделал такую прогулочную зону. И для чего я это вам сейчас, друзья, все показываю? Потому что когда дом сдали, это одна история. Застройщик сдал, передал управляющей компании. И управляющая компания начинает обслуживать. Прошло определенное время с момента сдачи. И очень интересно посмотреть, как обслуживает управляющая компания сданными дома. Слушайте, ну и сам фасад, конечно, нужно отдать должное застройщику. Я еще помню, когда снимал и разговаривал с управляющим проекта. Рассказывал, как они монтировали вот этот вент-фасад и делали вот такую идеально ровную плитку. Но обратите внимание, что класс энергоэффективности в здании С есть класс энергоэффективности Б в зависимости от литера. С это минимально разрешенный класс энергоэффективности, который можно проектировать и строить на территории Российской Федерации. Опа-опа-опа. Успеваю. Опа. Но смотрите, что у нас. Есть классный тамбур, есть коврик, где мы всю грязь, снег. Оставляем здесь алюминиевое остекление. Первое, что мне не нравится, это вот эта штукатурка. Если бы она была бы просто гладкая, смотрелось бы намного дороже. А здесь они, знаете, ее просто наляпали. И вот смотрится она так не очень показисто. Вторая дверь. Тоже алюминиевая, с большим количеством остекления. Раз, пару ступеней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять ступеней наверх. Такой подъемник у нас для маломобильных групп населения. Ну, конечно, конструкция такая. Хотелось бы, чтобы было все ровно, гладенько и без нее. Внутри смотрится красиво, но достаточно просто. Вот такие, к примеру, ручки, которые сразу бросаются, например, мне в глаза. Ну, как-то выбиваются из общей композиции. Мне нравятся почтовые ящики, что они сделаны вот за подлецом, за подлецом с стенкой вровень. Соответственно, здесь у нас, видите, декоративные кусты. Ну, здесь, по мне, лучше скамеечку было поставить. Это удобнее. Вот это даже непонятно, кого вызывать. Здесь должны быть пожарные рукава. Опечатано все. Выход во двор. Ну, давайте, раз мы уже здесь, поднимемся. Пройдем к лифтовому холлу. У нас везде, смотрят, видеокамеры стоят. Коридор. Выход. Так, это на лестницу. Так, это на лестницу. Господи, вот здесь реально можно заблудиться. Нумерация квартир. Друзья, я уже заблудился. А где лифты? Так. А! Все. Лифтовой холл. Вот, смотрите, я сразу не помню. Я подумал, что, как в некоторых проектах, у них это наверху. Но это просто обычный типовой этаж. И туда, к сожалению, лифт не поднимается. И это, я считаю, очень некомфортно. А лифт у нас находится здесь. Если вот здесь я по логотипу понимаю, что колясочная, то что вот здесь лифт понятно было, когда я только увидел вот эту светящуюся кнопочку. Здесь у нас два лифта. Пассажирский грузопассажирский. Этажность. Нумерация квартир. Едем на последний этаж. На отисе с регенерацией энергии экономит до 70% электроэнергии в год. Зашито все фанерой. Все уже исписано. Это реально какой-то переезд для вас. Квартирный, дачный. Господи, ну что такое? Вообще, кто звонит по этим печатям, переездам, электрикам? 12 этаж. Ох, кто-то накурил-то кто-то, накурил. У нас есть окно. Откроем. В целях безопасности оно не открывается. Только на вентиляцию. И отсюда виден двор и сам дом. Построили, конечно, достаточно плотно, но дворы, друзья, уютные. Лестничный марш. Выход на лестничный марш. А здесь у нас квартира. Ну вот. Сама вот эта отделка, обратите внимание. Ну вот по мне, лучше бы гладкие были бы стены, смотрелось все лучше. Двери обычные, просто простые, серого цвета. Ну такие. Ну, не знаю, на любителя. Я, честно, от межквартирного коридора не в восторге. Лестничный марш. Чисто. Практически. Надо лучше отмывать лестничные марши. Недорогая ограждающая конструкция. Ну, в принципе, и все. Смотреть больше ничего. Идемте смотреть двор. Вот никогда не понимал, для чего вот это делают. Здесь же вот есть стандартные замки. Зачем вот это делать с уборством? Смотрятся вообще вруцкие. Грузопассажирский лифт, который едет в паркинг. Поехали в паркинг. Открываются двери. Так. Ух ты, как здесь прохладно. Ну вот здесь отделка тоже самая, но окрашена в желтенький цвет. Она, знаете, ну вот такая, блин, как наждак. Если рукой поводить, то можно и кожух снять. Управляющая компания. Зеленый проспект. Зеленый проспект управляющей компанией. Все здорово. Камеру тут такую мощную поставили. Ну и вот сюда выходишь. Ну и тут, конечно, такое. Сверху трубы. Ну, блин, я в подвале реально. Я не в паркинге, я в подвале. Так, чтобы пройти, нужен ключ. У меня ключа нет. Так. Ну вот отсюда влаги не видно. Конечно, было бы здорово пройти. Но, к сожалению, друзья, такой возможности нет. Ох, это вдруг еще закроется и все. Ну что, поднимаемся на первый этаж тогда. Первый этаж. А вот у нас с вами первый этаж. Ну, выходишь, здесь большое зеркало, сэтл-групп. Но вот расстояния такие, знаете, минимальные. То есть, вроде и комфортно, когда ты один. Но если два-три человека будет, то будет не очень комфортно, если кто-то будет еще с ребенком, друзья, и на коляске. Вот такая ведь зернистая штукатурка. Ну что, двор классный. Обратите внимание, зелененький. Стоянка для велосипедов, самокатов. Велодорожка, обозначение. Красиво смотрится фасад, деревья. Охрана ходит по периметру. Добрый день. А постоянно обход делаете, да? Ну да. Слушайте, круто. Ох ты, это воевода, друзья. Это, я считаю, по моему мнению, это лучшее охранное предприятие в Санкт-Петербурге. О, отдел заселения. Сюда, наверное, заходил каждый из вас. Стол принял квартиру в этом прекрасном комплексе. Да, фасад, конечно, они классно постарались. Молодцы. Ровно, красиво. Вот если смотришь сверху, знаете, такое ощущение, что двор совсем небольшой. Да, понятно, земля дорогая, поэтому нужно было больше строить зданий, больше, соответственно, квартир, делать меньше расстояния. Но застройщик хорошо постарался. Мне здесь понравилось еще в тот раз. Это озеленение, трава, пешеходные дорожки. Я вот здесь тоже ходил, смотрел. Значит, когда я говорю про фасад, я имею в виду вот эти. Вот они, плитки, держатся на кляймерах. Это вот это специальное крепление. И обратите внимание, что они сделали так ровно. Смотрят, ну вот она ровно идет, реально по линии и одинаковое расстояние. Ну, кое-где что-то есть, конечно, но это вообще мелочи, в принципе. То есть смотрится фасад классно. Потому что большинство, к сожалению, знаете, они делают, и все криво, косо. Смотришь, думаешь, ну как так вы это, друзья, сделали? Почему так? Да, вот у нас здесь есть выход. Нажимаем волшебную кнопочку. Элтис. И выходим. О, открыто. Ну и здесь вот такой променад для жителей. Можно пройтись, посмотреть. Смотрите, как поднимают. Блин, до пол колена моего, сантиметров 30, наверное. Расшивочка красивенькая. Входные группы. Колясочная. О, закрыто. О, вот видите, о чем я говорил. Мусоросборочная камера. То есть ты вышел, и у тебя рядом есть дверь, куда будешь выбрасывать мусор. Закрыто. Так, подвал. О, тут радиаторы хранят. Вся кола будень, понятно. Слышно, как водичка по трубам журчит. Так, как внутрь пройти. Интересно, видите, вот такими металлическими конструкциями закрыли часть фасада. Смотрится, кстати, неплохо. Слушайте, двор какой красивый. Освещение здесь горит. Красота. Проезжую часть делают. Все, дворы прикольные. Камушки. Стройматериала немножко. Давайте попытаем счастье здесь. Травка такая. Такая кустиками высажена. О, открыто. Ну, сразу смотрите, сюда влезет коврик. Молодцы. Здравствуйте. Асалам алейкум. Подъемник. Пять ступеней наверх. Почтовые ящики. Отделка. Такие рейки под дерево. Ящики утоплены. Нумерация красиво выполнена. Даже здесь, видите, есть поручень. О, двери. Четная та же темная отделка. А нечетная и светлая. О, открыто. Слушайте, дверь-то такая мощная. Широкая. Ламинат. На стенах, как мы видим с вами, обои под окраску. Автоматы втоплены в стенку. Как обычно делает сетл. Здесь розетка. Домофон. Подписано все. ТДМ-овские автоматы. 63 ампера. Не вижу. С10, С16, С32, С16 на 30 мА. Это студия. Друзья, запомните, у сетлов в студиях всегда душевые кабинки. Но они, кстати, небольшие по объему. Смотрите. Я со своей комплекцией там нахожусь достаточно плотно. Если кто-то будет чуть выше моего метра 75 и покрупнее, то здесь уже будет достаточно некомфортно находиться. Здесь сетл всегда зашивает вот таким пластиком. Он говорит, это для того, что, не дай бог, что-то произошло, нужно обслужить. То всегда можно легко демонтировать и смонтировать. Ничего не нужно ломать. И в этом, кстати, есть логика. Плитка мне очень нравится. Очень нравится, как сделана затирка швов. Розетки с заземлением. Натяжной потолок. И у нас здесь небольшое окно. Узенькая достаточная дверь. Спасибо, что внизу есть стекло, а не сэндвич-панель. Ну и сама Луджа. Вы слышите, как дует? Надо настраивать. Плохо поджимает. Звонки. Так и хочется написать, чья квартира. Небольшая прихожая. Ванная комната. От однокомнатных квартир и выше по количеству комнат будут уже ванные. Здесь закроет сеттл щитом. Мебель уже вся идет в комплекте. Вывода подводки. Здесь останется только расположить мульнорыльные. Поставить стиралку. Повесить шторку. И в принципе все. Все остальное уже от застройщика. Это большой плюс. Мне нравится, что у них обои под окраску не понравился цвет. Всегда взяли и перекрасили. Ну и, естественно, повесить осветительные приборы, люстры, кому что нравится. Потому что будет вот так просто обычная лампочка. Здесь вентиляция. Это у нас кухня. Из плюсов, что вот видите, есть такое, скажем, углубление. Вот можно поставить либо маленькую кухоньку, либо сделать небольшой буковкой «Г». Выход на лоджию. Еще один просто санузел. Это, кстати, большой плюс. И комната с двумя окнами. Окна, кстати, достаточно большие. Потому что они высокие и широкие. Но и двор, обратите внимание, как красиво смотрится. Мне нравится. А вам? Вот такая красота. Смотрите, какая классная кладка. Очень красиво смотрится кирпич. Уже вывески повесили. Манчестерская. Три, корпус, два, строение, один. Металлические панели. И здесь не просто металл. Здесь еще идет специальный пластик. То есть должно быть все это долговечно. Здесь, кстати, отмечу, что не асфальт. А здесь вот такая тротуарная плитка. Смотрится красиво, дорого. По ней приятнее намного идти. Впереди видим спортивную площадку. Да, корпуса смотрятся красиво, классно. А что это за комплекс, друзья? Кто из вас узнал его? Все правильно. Это Айди Светлановский. Обратите внимание, какая близость к проекту Ацетл Групп. Вот видишь, Анна Скребнева. Кто захочет, тот всегда пройдет. Айди Светлановский. И следующее здание у нас столовая с бассейном. А вот в этом красном торговом комнате находится ближайший приличный магазин продуктовый перекресток. С вами были Андрей Артемов и Анна Скребнева. Отписывайтесь. Не ставьте лайки. И не пересылайте данное видео никому. Не подписывайтесь на наши соцсети. Но если вдруг вам необходима консультация по недвижимости, абсолютно по любому вопросу, начиная от приватизации, заканчивая любым видом сделки, пишите. Наши ссылки на соцсети в описании к этому видео. Просто переходите и задайте свой вопрос. До скорых встреч. Рада были вас видеть. Прощай, Анна Скребнева. Пока, Андрей. Твой паспорт у меня. Помню об этом. Да, я помню. Редактор субтитров А.Семкин